Сегодня добровольцы Республиканской Федерации Бокса начали доставлять маски и антисептики пенсионерам, многозетным и малоимущим семьям. Около 20 заявок из Чувашии поступили на круглосуточную телефонную линию, организованную Федерацией Бокса России. Женого Чебоксарск. Здесь. Отлично. Значит, Маргауш и Чебоксарский район, так понимаю, так? Так, Цивист, Канашский район. В рядах волонтеров Чувашии спортсмены и тренеры региональной Федерации Бокса. Они развезут средства дезинфекции и маски по Чебоксарам и районам республики. При необходимости добровольцы помогают в доставке продуктов и предметов первой необходимости. Для ветеранов Бокса собрали продуктовые наборы с крупами, сахаром, подсолнечным маслом и чаем. Мне поручили доехать в Мариинский посад к нашему заслуженному тренеру России, ветерану Бокса, Василевскому Андрею Михайловичу. Передали продуктовый пакет. Ну, в общем-то, все необходимое, да, и маски, и средства для обработки помещений. Продукты волонтеры доставляют до двери, предварительно предупредив получателя. Бесконтактный способ обезопасит ветеранов. Сами спортсмены, они люди волевые, и они никого не просят о помощи, рассчитывают только на себя, в том числе и ветерана, и обязательно нужно им помогать, поддерживать. Ну и параллельно, значит, поддерживать тех, ну, кому на самом деле в данный момент это нужно. Многодетные семьи, вот инвалиды, вот в тех заявках, которые пришли со Федерации Бокса России, там прям так указано, инвалид, двое детей, там еще что-то, или ребенок инвалид. Обязательно этим людям надо помогать, потому что им и так пожить непросто, а в данной ситуации еще сложнее. Горячая линия Федерации Бокса принимает звонки круглосуточно. За две недели на нее поступило более 20 тысяч обращений.